Добрый день, Сергей. Добрый день. Ряд вопросов возник к мастеру камнерезу, ювелиру Сергею Штанкевичу. Он согласился ответить на этот ряд вопросов. Итак, первый вопрос. Где кончается ремесло, начинается искусство? Да, это такой сложный вопрос. У него легче всего ответить вопросом. Где кончается тело, начинается душа. Это напрямую связано. Потому что ремесло, это скорее область тела. А искусство, это область души. Или еще можно привести пример. Почва, ремесло, из которого растет дерево, искусство. Которое растет, растет, растет. Дорастает до Бога. Проходит через многие миры. И растет оно всегда вверх. И искусство без ремесла, на мой взгляд, существовать не может. Как дерево не может существовать без почвы. Ремесло может существовать без искусства. Что успешно делает. Когда в твоих работах случился переход из ремесла в искусство? Или это периодический процесс? Я никогда не рассматривал свою работу с точки зрения ремесла или искусства. Я просто с удовольствием делал то, что хотел. Или то, о чем меня просили. С радостью, с любовью. А результат? Я надеюсь, что это было искусство. Во всяком случае, то, как это воздействовало на людей, которыми я это делал, можно об их наговорить. Как ты отделяешь искусство от ремесла в работах мастеров? Три критерия. Признаки. Какие? И какие ощущения? Самый простой и ясный критерий это то, что искусство меняет человека. Меняет неизбежность совершенно. Смысл слова «искусство» точнее его корень идет от слова «искусство». Который по сути испытание. Это ставит человека перед выбором. Стать лучше или хуже. То есть здесь прямое воздействие. Что касается ремесла, то скорее всего это область, которая относится к темному существованию. Когда ты увидел, почувствовал, понял в своих работах искусства, я никогда об этом не задумывался. Можешь ли ты на примере своих работ показать, где есть ремесло и где искусство? Вот есть твоя работа и показать. Вот здесь ремесло, а здесь искусство. что касается работы с камнем, да, собственно, и с металлом тоже. Для до ремесла как я уже говорил, искусство существовать не будет. На каком уровне развития человек может судить, говорить про ремесло и искусство, различать их или это как минимум есть у всех? Как минимум это есть у всех, потому что это напрямую связано с духовным развитием. Соответственно, чем ярче, чем сильнее человек чувствует свою душу, тем больше у него возможности различать где ремесло, где искусство. Самое смешное, что разум при образовании к этому не имеет никакого отношения. Как ты видишь модель для воплощения на здесь и сейчас? Ты ее чувствуешь, видишь, ощущаешь? И как ты ее удерживаешь в процессе изготовления? Самое главное, что я должен любить то, что я делаю. И эта любовь, она удерживает твое внимание. Нельзя делать то, чего не любишь. В любом случае, хорошего этого вряд ли получится. Какие ощущения случаются в процессе творения? Какие ощущения случаются по окончанию работы? Как ты их отделяешь? радость? Двойная радость, когда закончишь. Какие смыслы проследуют твое искусство? Любовь ко всему живому. Каким образом ты выделяешь творящего человека в толпе? по горящим глазам и трясущимся рукам. Благодарю. Редактор субтитров